И проблема, если хочешь сломать мужчину, женщина, если ты хочешь сломать мужчину, знай, что тебе его сломать несложно. Потому что женщина изнутри намного раз сильнее мужчины, намного раз. Ей его сломать несложно вообще. Просто взять и начать общаться с другим мужиком. И ты его сломаешь просто, он подкосится, как косиновый лист. Всё, вот так. Можешь его сломать несложно. Хочешь счастье от него испытывать, это уже сложнее. Для этого тебе надо научиться видеть в нём силу и взращивать её. Потому что в тебе есть сила вдыхать в людей силу. Мужчина может рожать? Ну там, может, в западных странах могут, я не знаю. Они живут. Женщина переодевается. Может рожать или нет? Нет. Хоть переодевайся, хоть нет. Потому что рожать означает вдыхать в людей силу. Вот женщина может дать силу душе, и она рождается на этой земле. Женская психика способна рожать силу. Это называется благословляющая сила. Она даёт жизнь. И чтобы вы знали тайну, которую, может быть, вам не обязательно знать. Я не знаю. Но Бог мне открыл тонкое видение. Видеть то, что другие люди не видят. И я видел и вижу, что смерть — это женщина. Это Личность. Это не просто там энергия какая-то. Это Личность. В женском теле. И рожает, даёт жизнь женщина. Забирает жизнь тоже женщина. Самое страшное существо для женщины, которое в космарном сне даже страшно увидеть. Это не мужчина. Это женщина. Что вы думаете, что я ошибся, да? Нет, нет. Поэтому женщина в ужасе смотрит, на кого смотрит муж. Она в ужасе видит, когда какая-то женщина смотрит на его мужа, она в ужасе становится женщиной. Это для неё очень страшно. И она не знает, что с этой силой сделать вообще. Потому что эта сила имеет непобедимую природу. Если, допустим, мужчина может другому мужчине сделать точный массаж лица, и это может помочь. Ну реально. Если ты ещё мужчина. То женщина не знает, что делать. Ничего не поможет. Такова женская сила. Это сила благословляющая или проклинающая. И женщина не знает себе эту силу. Вот вы знаете себе эту силу, женщина? Она может управлять этой силой, но она до конца не знает, насколько это большая сила. Мне нет знания. Допустим, мужчина, как бы женщина говорит, ты уничтожила меня всего. Я превратился в дерьмо из-за тебя. Поднимите руку мужчины, которые это испытали в своей жизни. Это факт, что женщина может превратить мужчину в дерьмо просто. Он вообще, ничего от него не останется просто. Она обладает такой силой. И она может мужчине из мужчины сделать героя просто. И вот эта вот возможность и то и другое сделать находится просто в направленности женского мышления. Если женщина обладает знанием, она может сделать из мужчины героя. А если она не обладает знанием, то она не может. Она делает из него котлеты всегда. Знание какое? Знание о своей силе. Если женщина знает свою силу, она как с мужем ведёт? Она говорит, у тебя всё получится. Ей даже не надо напрягаться. Не надо там сильно говорить это. Просто у тебя всё получится. Если женщина желает блага своему мужу, она становится могущественной Личностью. Если женщина начинает капризничать с ним, начинает разочаровываться в нём, начинает проклинать его, то это значит, что она не ведает, что творит. Она рубит сук, на котором сидит. И потом я извиняюсь женщине, мужчине, что я это разок сказал в своей жизни. Сейчас я не буду говорить. Потому что это же матершинное слово. Она режет сук, на котором сидит, а потом падает. Ну, откуда произнесите? Нет, мы бы говорили про сук. Вот это матершинное слово, но это правда. Это правда. Она вот такой становится, если она это делает. Она проклятой становится женщиной для всех людей на земле. Поэтому женщина не имеет права ломать мужика своего. Бог дал человека. Найди в нём силу и взращивай своей верой в него. Верь в своего мужа. Не хочешь верить в него, разрушишь всё, что у тебя есть в этой жизни. Дети станут несчастными. Ты станешь несчастной, одинокой. Мужчина, который разрушается, у которого семья, находит себе женщину, как с щелчком пальца. А женщина, которая остаётся одна, годы будет одна находиться. Это означает наказание за то, что она сделала от Бога. Поэтому большая семейная жизнь — это женская энергия. У меня есть знакомые одни богатые люди, муж и женой. Ну, реально богатые. И они начали со мной консультироваться. Они хотели сохранить семью. Но уже не жили вместе. Всё, уже не могли жить вместе. И первая консультация совместная была такая. Жена примерно час длилась консультация, полтора часа. А жена полчаса просто оскорбляла мужа при мне. И я думал, наверное, я не смогу им помочь. Муж терпел, сидел. Ну, разумный мужчина. Терпел, терпел. И потом мне говорит, а как я могу с ней жить вообще, Олег Геннадьевич? Я говорю, давайте попробуем. Не всё потеряно. Я ему начал рассказывать, как ему надо менять себя, что ему делать надо. Он слушал меня. И он потом мне признался, Олег Геннадьевич говорит, я целыми днями на работе, я честно не смогу всё это сделать. Может, нам просто разойтись. Я понимаю, что я могу исправить ситуацию, но что-то у меня не получается. И потом они разъехали. Ну, совсем перед... Ну, как бы уже пошли к разводу. И она меня спрашивает, а что, всё, как бы у нас ничего не получится. Я говорю, ну, скорее всего, да. Она говорит, а что я могу сделать для того, чтобы не развестись? Я ей начал давать знания. И она начала это всё делать. И она... Муж через месяц стал самым счастливым человеком. Он говорит, вы что сделали с моей женой? Она стала другим человеком совсем. Но он при этом сам не понял свои недостатки. И она меня жалуется. Говорит, он всё равно ничего не понял. Я всё сделал, сохранил семью. Но то, что было, то и осталось. Я говорю, это будет исчезать постепенно. С помощью твоего служения он будет меняться, но очень медленно. Она говорит, хорошо, я согласен. Я хочу сохранить семью. Вот это вот настоящая женщина. Она взяла и всё исправила. Почему? Потому что женщина обладает такой силой. Семейная жизнь — это женская энергия, а не мужская. Чего там в семейной жизни мужского, скажите? Шторки флажками, что ли, там? Или этими пушками? Нет, цветочками. Кровать, чего такая, как казармик? Нет, она такая резная. Это женские энергии. Обои. Черепами? Нет? Цветочками, да? Женские энергии. На кухне кто прибирается? Заставляет обстановку в квартире? Кто? Женщины. Что там мужского в семейной жизни? Найдите, что там мужского. Это всё женские энергии, а? Щётка для обуви. Чё? Щётка для обуви. Может быть, она и мужская, но убирать её будете не вы. Если вы её куда-то положите, потом обнаружите, что она лежит в другом месте. Попробуйте, проведите эксперимент. Вы её кладёте на своё место, потом проходит несколько часов, и вы увидите, что она лежит в другом месте. А если вы её переложите, она опять туда перейдёт. А если вы будете всё время её перекладывать, её вообще не будет в квартире потом. Будет война за место расположения щётки. Смертельная причём для мужчин. Женщина не даст ни одному предмету переставиться в квартире, потому что она и контролирует всю эту энергию семьи. А в каждой квартире ничего мужского нету? Только час на доме. Да, а вот некоторые мужчины, они соображают, что если хочешь что-то своё иметь, тогда гараж. Я решил тоже себе баньку сделать возле дома. Только думаю, ну надо там, может быть, и кабинетик себе сделать, и кровать. Баньки в этой маленькой. Я думаю, блин, как я правильно так это... Хорошая идея вообще. Жена начала туда тоже смотреть. Ходите. Какого цвета плитка? Я говорю, может, не надо? Она полезла баньку тоже смотреть, что там? А? А что прибрать? Да, что прибрать к рукам. В этом... Мужчина ничего нету в этом мире. Он думает, я богатый. Где ты богатый? Ты что контролируешь там? Женщина всё контролирует. Она тебя готовит, кормит всё, прибирает всё там. Это всё её. Как мы жили у него. Как один богатый человек. Он сидит в гостинице в такой... Ну, гостинице. Такая была в этом месте, такая такую и взял. Ну, очень богатый человек. Один из самых богатых в мире. И ему звонит его костылянша и говорит, я вот лежу в жакузи. А он целый... Ну, постоянно ездит, путешествует. Я, говорит, лежу в жакузи, смотрю на ваших рыбок с кораллами. Ей так повезло, что я у вас вообще костылянша. И он думает, вообще для кого я это всё сделал нахрен? Он продал этот дом. Большой. Взял себе поменьше. Потому что он деньги потратил, а кто там наслаждается? Уборщица. Прислуга ходит, наслаждается всем богатством, а он ездит в командировку. Мы говорим про мужчину. Мужчина счастье испытывает только от побед своей. Вот это реально. И если женщина не ценит этого, она разрушает его всю его жизнь. Вот если у него есть какая-то специальность, что-то он делает, и она не ценит. Говорит, как классно ты делаешь эти шифонеры вообще. Ты самый лучший мастер в мире. И он тогда будет понимать, что его понимают, что он понят в этом. Или ты любому за меня морду набьёшь. Значит, она оценила его, понимает. Это любовь. Когда она вот нашла силу в человеке, за которого вышла замуж. И он будет всё расти, будет сильнее, становится крепче, потому что она начала его питать, кормить своей женской энергией благословляющей или проклинающей. Проклинающей означает постоянно быть недовольным. Значит, проклятие, проклятие. И он будет в дерьмо превращаться рядом. И потом она увидит, увидит. Вот запомните, женщины, моё пророчество сейчас. Все вы, которые проклинаете своих мужчин и недовольны ими ходите. Все вы до одной увидите потом своего мужа, ухоженного, с женщиной рядом, которая его уважает и любит. И вы поймёте, что вы что-то в жизни потеряли и что-то не доделали. Когда вы увидите, какой он счастливый с другой. Это то, что вам надо было сделать, вы не сделали. Так будет делать какая-то другая женщина, значит. Свято место пусто не бывает. А мужиков становится всё меньше в России. По одной известной причине. Знаете, когда жарким летом много мух в квартире, то иногда их так, об стенку так. И как говорят, мрут как мухи. Мужики сейчас мрут как мухи. И вас становится больше, а их становится меньше. Это значит, что вам придётся уважать их сильнее, те, кто выживет. Иначе будете оттенокими. Закон природы. Мы с вами изучаем конфликт. Природа конфликта от чего берётся? От того, что человек не знает смысла жизни. Он не понимает, что этот мир создан для того, чтобы он развивался, а не для того, чтобы он и наслаждался. Если человек ждёт наслаждения, начинается конфликт. Женщина говорит, почему ты так нежно-ласково ко мне не относишься? Почему ты меня не любишь? Почему ты меня не ценишь? Почему ты меня не заботишься? Почему ты мне квартиру больше не покупаешь? И она требует, требует, требует. Мужчина говорит, почему ты не слушаешься? Почему ты меня не уважаешь? Не ценишь? Почему всё время капризничаешь? И они чем занимаются? Они разрушают свою жизнь. Потому что семья не предназначена для того, чтобы обвинять в чём-то близкого человека. Она предназначена для того, чтобы что-то для него сделать. И вот я читал, читал лекции много лет, и потом смотрю на свою жену и думаю, что один из двух человек должен вообще в этой семье быть счастливым. И это будешь ты. Да, именно так. Палец всегда в другую сторону идёт. И тогда я начал просто как ягнёнок себя вести. Но при этом я не унижался. Я это делал добровольно. Я, когда женщина, жена капризничала, я по-доброму соглашался с ней. Потом я начал понимать, что она хочет вообще. Сначала просто соглашался. Не понимаю. Я просто думал, что это полный дурдом. Потом начал понимать, что вообще человек хочет. Вот так соткана женщина. Из чего она сделана. Я начал только после этого, мне доходить начало. А так, пока я не соглашался с ней, я так и не понимал. Мужчина, когда я тебе сказал, надо так раз, замереть, я поняла. Я вообще ничего не поняла абсолютно. Надо сказать, я поняла. Он обалдеет прям. Скажешь, неужели ты поняла? Скажешь, да. У меня жена, когда обижается, я подхожу к ней и говорю, я виноват, прости меня. Она говорит, ты на лекциях говоришь, что ты не чувствуешь себя виноват. Нет, она просто узнала от подружек. Я говорю, а теперь чувствую. Вот сегодня. Тогда не чувствовала, а сейчас чувствую. Она смотрит на меня, ты не врешь? Я говорю, нет. А сама вообще не чувствую. И она прощает меня. А потом, я начинаю понимать, когда она мне говорит, она говорит, а я думала, что ты не понимаешь, что вот это, вот это, вот это. А я правда не понимаю. Она, когда простила, начала мне сердце открывать и говорит, а я думала, что ты вот правда вот этого не понимаешь. Ты, кажется, говоришь, что понимаешь. Я думаю, нифига себе, я правда не понимал. Теперь чуть-чуть начинаю понимать. Только после того, как я извинился три раза. И поэтому отношения означают, что ты не то, что должен понять сначала, надо сначала научиться уважать близкого человека. Уважать означает принимать его просьбы, желания, обиды, даже если ты их не понимаешь. Жена говорит, ты можешь пол вымыть? Вот что это значит, мужчины и женщины? Женщины, вы реально думаете, что муж может выпать пол? Вот вы кто верит в это? Поднимите руку. Вы реально думаете, что он может вымыть пол нормально? Вам не надо будет перемывать? Вы что, вы реально в это верите? Или он, допустим, посуду помоет вот так, как вы хотите? Реально? А зачем тогда ему его мыть? Да, мои хорошие, ну о чем вы говорите? Зачем тогда вам, чтобы он мыл его? Вы ведь хотите, правда, чтобы он вымыл? Зачем? А? Чтоб понял. Вот. Чтобы он почувствовал, как вам тяжело. Все. Больше вам ничего от него не надо. Если он берет тряпку, начинает мыть пол, что вы от него чистоты ждете? Понимание. Вы хотите, чтобы он понял, как вам тяжело, чтобы он больше в ботинках, когда ссать хочет в туалет после работы, чтобы не ходил, снимал вот что-то. Но он, правда, сильно хочет. Екал там в автобусе негде, на улице тоже, он домой приходит и говорит, ааа, быстрее. А она даже раснуровывается. Но если он помоет пол за собой пару раз, то потом он уже подумает, лучше разуюсь. Штаны стирать легче, чем вот этот полный. Я что-то не так сказал сейчас. Вы же хотите, чтобы вы устали, и просто хотите, чтобы он понял. Вам все равно перемывать за ним. Мужчина никогда так не сделает, как женщина. Никогда. Да, это невозможно. Природа не дала ему этого. Мужчина может быть прекрасным поваром. Прекрасным поваром. Может быть, готовить просто чудеснейшие блюда в ресторане. Чудеснейшие просто. Но он никогда не сможет сделать так, как ему будет вкусно самому. Понимаете? Никогда. Только жена, которая его любит, может ему так приготовить, чтобы он просто вот пальчики облизывал, сидел и ел. Никто не сможет, никогда мужчина, даже который вот так вот 10 раз готовит, он не сможет так вкусно сделать, как любимая женщина. Понимаете? Мать еще сложная. А? Мать еще. Она тоже любит. Это факт. Поэтому поймите, мы незаменимые здесь, и надо это ценить. Это божественные энергии. Мужские и женские божественные энергии. Не человек это создал, Бог создал. Относитесь, как к божественному существует, в мужчине, в женщине. Девушка, знаете, как переводят слово? Дева. Деви означает божественное, это ангел, переводят с санскритом. Ангел, ангелоподобное, потому что в женщинах это видно, невооруженным взглядом. А мужчин, муж переводится мужественное, означает сильный, означает наделенный энергией, силы от Бога. Представьте, очень и очень и очень сильного мужчину. Какой-нибудь, допустим, есть непобедимые воины. Знаете, что непобедимые воины раньше были? Их невозможно было убить. А кто? Ну, только тот же Ахилл, допустим. Его никто не мог убить. Там просто отравленная стрина попала в пятку. Так получилось. Но его реально, никто в бою, вот в прямом, никто не мог убить его. Такая сила. Или, допустим, вот этот вот Халид Валид, который был меч Аллаха, его звали, был предводителем мусульманской армии. Не то, что он сидел там где-нибудь в кабинетике и смотрел бинокль, там все воевали. Он прям шел вперед со всеми. И как вот он римскую армию победил. Даже самая вооруженная, очень обученная армия была. И очень дорогие досквехи. А эти обудранные бедуины там напротив. А с одной стороны армия очень мощная. Это просто люди на энтузиазме пришли посражаться. И он с кучкой воинов пошел в гущу римской армии. Прошел до ее главнокомандующего. А тому нельзя было уходить. Это деморализация войска. И убил его. Вернулся назад. Живым. Представьте, это непостижимо. Мозгами невозможно понять, как это сквозь регионы пройти и уничтожить предводителей. И вернуться назад. С кучкой воинов просто. Это Халид Валид. Он непобедимый воин. Его невозможно было убить. Бог не давал его убить просто. И вот представьте такого мужчину. Вы смотрите, какое чувство возникает. Непреодолимой силы какой-то. И ты хочешь на колени упасть перед этим человеком и чувствуешь беспомощность полную. И мужчины будут чувствовать. И женщины все на земле. Такова энергия Бога. Божественная энергия. Она в человеке может быть. Или женщина, допустим, Клеопатра какая-нибудь, божественной красоты. все будут просто смотреть и вот так. И ничего не смогут сделать с собой. Необыкновенной силы. Она может чего угодно у кого угодно попросить. Никто не откажет. Ничего. Такова сила божественная. Это не человеческая сила. Поэтому есть энергия от супруги Господа. Женская, божественная, непреодолимая сила красоты, влияния. И есть энергия Бога. Энергия Бога воплощается в мужском начале. Энергия супруги Господа в женском начале. Это божественные силы. Люди наделяются этой силой. Это не наша. Мы не обладатели. Мы получаем это из любви к Богу, Бога к нам. Мы получаем мужскую божественную силу и женскую. И только ее люди любят. Не человеческое мы в человеке любим. Только божественную запомните. И поэтому без восхищения, без предания, без служения, без почтения нет отношений семейных. Не бывает счастья. Если вы божественного не видите друг в друге, ничего не будет у вас, никакой семьи. Не видите божественного, не преклоняетесь. значит, тогда не будет счастья. Будет конфликт у вас. Конфликт означает ни хрена не понимаешь, с чем связался. Когда мужчина бросает с пятью детьми, я вам говорю, 30 лет лекции читаю, я вам говорю, то, что видел. Бросает мужчина с пятью детьми, она не хочет его проклинать, просто она думает, ты за это ответишь. У нее маленькие дети, она не может даже зарабатывать, он говорит, я тебе буду давать, чтобы ты не сдохла. И дает, чтобы она не сдохла. И дети также страдают. Что, думаете, Бог не видит этого, что ли? Ты сам ей этих детей наплодил. куда ты смотрел? Зачем ты так много детей ей дал, этой женщине бедной? И она говорит, ты за это ответишь. Что думаете, не ответит? Что дальше с ним будет, с этим человеком, знаете? За шестерых будет хлебать несолоно. Шесть человек подверг страданиям, будет за шестерых потом страдать. Будет удивляться, что это мне так хреново. Извини, брат, какие поступки совершаешь, такие получаешь результаты. Поэтому не связывайся с женщиной, не делай ее несчастной, не связывайся с мужчиной, одинокой будешь. Женщине мужчина дается, муж дается для чего? Почему? за ее женственность. Что такое женственность? Она доказывает Богу, что она имеет право жить с людьми. Означает осчастливливать их. Вот женское право получать мужа означает, я могу дарить счастье ребенку и вот этому человеку. Если она доказывает Богу, Бог говорит, хорошо, ты мне доказала, попробуй теперь. И если она не оправдала доверие, дальше одна, она говорит, что я одна, а ты не оправдала доверие Бога. Бог тебе дал человека, вот и старайся сделать его счастливым. Скажешь, это невозможно. Возможно. Если Бог дал, значит возможно. Может быть уже сейчас невозможно, может уже упущено время, такое может быть, но путь надо знать. Просто жить вместе это не путь. Сидеть и ждать от моря погоды, ничего не будет. Нужно знать, что делать. Нужно брать силы от природы, от добрых людей, от Бога и отдавать близким. Вот что надо делать. Итак, кризис или конфликт означает незнание. Мы в основном обвиняем друг другу. Это правда. Когда есть конфликт, значит, кто-то тебя мучает. Но есть еще более высокая правда. Она означает, что есть причина невидимая тобой, почему тебя мучает. И если ты считаешь, что у тебя все нормально, то это можно проверить. Если у тебя все нормально, бывает с прошлой судьбы человек страдает. Вот в этой жизни он ничего плохого не делает. С прошлой. если это так, значит, ты страдать не будешь. Идет проблема, она тебя мучает, но ты не виноват. Значит, ты страдать не будешь. Страдание означает, что ты неправ, у тебя нет знания. Когда человек получил знание, он уже не страдает, у него есть проблема. Он говорит, я получил ее, это не ваше дело, ребята. Я получил ее, потому что мне так надо. Человек говорит, мне так надо, поэтому я это получил. Что вы беспокоитесь? Так человек идет на плаху, ему говорят, тебе голову отрубают. Он говорит, я знаю. И ему говорят, ну, тебе же, это же не справедливость. Он говорит, почему не справедливость? Это справедливость. Мне так надо, оставьте меня, я свое получаю. И судья говорит, да, хорошо, заканчиваем. И судья говорит, нет, 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 этому человеку мы сейчас не будем рубить голову. Потому что он все отработал свою судьбу, он принял свой крест. висит человек. Он говорит, господи, я виноват, я понял, что ты господь. Господь говорит ему, все, ты прощен, брат. И он в рай сразу, хотя убивал людей всю жизнь. Это реальный факт, что все это в этом мире предназначено только для того, чтобы мы поняли, больше ничего не надо Богу от нас. И если кризис, конфликт идет, просто пойми, чего тебе надо понять. И ты если понял, сразу раз, тебе спокойно. Но допустим, тебе муж изменяет, и у тебя страдания. Чего ты не можешь понять сейчас. Тебе не надо к нему лезть сейчас. Все, он тебя предал. Живи отдельно, став условия, молись. Не будет у тебя в жизни счастья. Ты совершала в своей жизни такие поступки, которые тебе сейчас счастья с этим человеком не дадут. Потому что ты изменяла прошлой жизни, получила в этой то же самое. Все. А это уже непреодолимая сила. Если человек предал тебя, значит с ним счастья не будет. Или он раскается и будет счастье, или все, ваша семья разрушена. Понятно? Это надо знать. Вот что ты не понимаешь, почему ты страдаешь? Потому что ты не знаешь, что если заповеди нарушены, дальше и раскаяние, и разрушение. Все. Больше ничего, никаких вариантов нет. жить отдельно, ставить условия, молиться Богу. Почему она это получила? Потому что сама так делает. Какая гарантия есть у вас, допустим, вы женились, какая гарантия у вас есть, что вас не бросит близко человека? Как гарантия? Только ваше благочестие прошлое. Вы знаете свою прошлую жизнь? Вы там изменяли? Нет, вы не знаете. Поэтому гарантий нет. И если человек изменяет, прими судьбу. А как можно ее принять? Поэтому я и говорю, есть еще второе действие, которое надо знать. Второе действие научись брать энергию. Хотя бы от природы, если ты можешь брать, хотя бы от природы научись брать, чтобы выдержать тот удар судьбы, который через близкого человека к тебе придет. Потому что воистину говорю вам, Иисус Христос говорил, когда придет жестокая судьба, врагами ваши близкие вам станут. Недалекие какие-то там, не враги где-то там за границей, близкие станут врагами. И будут разрушать вашу жизнь именно они, а не кто-то другой. Понимаете? Нет, о чем говорю сейчас. Поэтому научись брать энергию, которая тебя будет восстанавливать. Это называется вера. Даже когда люди верят в природу, вот говорят плохая вера, она может быть и конечно не такая, как вера в Бога единого, не такая глубокая, но люди даже просто поверьте мне, которые верят даже в природу, они верят в солнышко, верят в ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь, тая туча. Они от стресса не погибнут, от стресса гибнут, которые вообще ни во что не верят, кроме своей семьи, своей жизни, которой они живут. То если человек хотя бы на природу бежит, когда им плохо, он спасается, а еще лучше он спасается, если он к людям бежит, к добрым, не к психологам, астрологам, а к добрым людям, которые реально могут доброе слово ему сказать, потому что через доброе слово Бог действует сам. Сердце облегчается не от того, что тебе логику какую-то сказали, сердце облегчается от того, что ты сконтактировал с человеком, который остался с тобой. Знаете, чем стресс хороший, знаете, жестокая судьба хорошая? У нее есть один плюс. Вот все, кто прошли через жестокую судьбу, меня поймут сейчас. Один плюс, знаете, какой жестокой судьбы? Все дерьмо от тебя отварится, и все настоящее останется с тобой, после того, как эта судьба пройдет. Вот все, у тебя вообще ничего не останется, но все, что осталось, это на всю жизнь. Все люди, которые тебя поддержали, все, что с тобой осталось, это все твое, это и было всегда с тобой, все остальное было внешним. Поэтому жестокая судьба, она классная, в том, что ты увидишь правду, кто с тобой, а кто не с тобой, тебе жизнь покажет только через такие решения. Все внешне отвалится от тебя, если ничего не осталось, значит у тебя не было друзей. Друзья Богом даются, они никогда не отваливаются, невозможно их отодрать от человека, если сам человек не предаст, их отодрать невозможно. Ну а если вы хотите понять, как природа помогает, песни сильнее помогают понять, слова, потому что они из духовной реальности идут. В духовном мире, чтобы людям давать знания песни пелись, поэтому все древние писания и стихов сотканы пелись песнями. И сейчас тоже песни есть, которые дают возможность понять. Например, как понять, как природа помогает. Давайте сейчас песенку послушаем. Ну ладно, предыстория песни. Человека бросили. простая предыстория. И у него сердце просто выпрыгнуло из сердца на снегу, по щеке слеза, а он бросился на конях по степи, потому что он знает, что это ему поможет. Это его любовь, эта степь. Он на ней вырос, он ее любит. И он что получает? Спасение от этой степи. Он по замерзшему снегу и завтра все, кто хотят спасения, все приходят в 7 утра. Бегут радуются, смеются, потом пробуют. Я вам реально говорю, если вы все это сделаете, вы потом как заново родитесь. Я вам реально говорю, можете смеяться, можете не. Ваши вопросы? Да? Как песни предыдущего собакуства? А? Синоним слова любить заберите в интернете. Понравилась песня? Хорошо. Ваш вопрос? А женщина почему оскорбляет мужа? А потому нету историю расскажем. А? Виктория почему женщина отдала путь сад своего мужа? А? А почему она просто вылила свои страдания с ним? Она началась консультация, они оба слушают лекции мои. И она мне сказала правду, блин, про то, какой он человек. Нет, какой он человек, а в итоге она осталась. Да, потому что она убедила другого человека потом. Когда она начала действовать правильно, как женщина, он начал вести себя правильно, как мужчина с ней. И она стала счастливой, потому что она поняла мудрость не в том, чтобы человека долбать и отбиваться от него своей правды, а в том, чтобы сделать шаг в пропасть. Она поняла, что она хочет семью эту. И она сделала шаг в пропасть. Она просто начала делать то, что женщина должна делать в семье. И все. А сколько лет они прожили так плохо? Не скажу. Ну, вовремя. 5 лет, 20 лет, 20 лет. Не важно. Не важно. Это же важно. Важно. Важно, знаете, одну вещь понять, что можно отравить ядом так сильно свою семью, чтобы потом уже будет очень сложно все восстановить. но они еще не успели отравить. Ясно. А? Ясно. Так, да. Но даже если успели, все равно можно все восстановить. Потому что больше сил придет вклад. Конечно, если весь человек наполнен ядом, то его скорее морд, чем реанимация. морд, доктора говорят, почему мы едем вперед ногами, я же еще не умер, а мы еще не приехали. А почему мы едем в морд? Я же еще живой. Доктор сказал морд, значит морд. Я только выполняю его да, такое бывает. но человек вечно живой. Если человек это осознает, даже в старости он молод. Даже если у него семья разрушена, он может начать все сначала. Но бывает у человека нет сил начинать все сначала. И поэтому силы это главное, что у человека есть. Есть духовные силы, они заставляют человека из гроба подняться. Когда у него жизнь вся разрушена, только вера в Бога поднимает. Если он в Бога верит, он станет и будет опять жить. Если у человека нет жены, нет мужа, нет детей, только любовь к людям воскресит его. Если он людям служит, он даже когда он совсем одинокий, он станет счастливым и все получит от людей, если он им служит. А если человек хочет по-настоящему, чтобы настоящее чувство легкости, здоровья и счастья было внутри, тогда завтра на пробежку. Да? Ваш вопрос? Второй берег означает показать ему, что так жить мы не будем. Я говорил о смелости вначале. Или я тебя люблю и тебе служу и ты благодарен? Или я не люблю и не служу по-доброму на расстоянии, улыбаясь издалека и показывая, что так не прокатит? Это получается любовь. Если вы мне не верите, то в древних священных писаниях описано, что Бог со своей супругой так же живет. У них есть берег встречи, берег разлуки. Если они чувствуют, что-то не так пошло, дальше разлука наступает. И они страдают, скучают друг на друг по другу. И через эти боли, страдания они осознают выше, что такое любовь. Ну как бы не то, что осознают, они просто это есть, понимаете, любовь рождает знания. Ну то есть она непостижимая вещь, она все выше и выше поднимает человека, но есть только два берега, если ты не понимаешь эти берега, если ты все время хочешь встречи или все время хочешь только разлуки или все время хочешь только разлуки, тогда не получится. Ваш вопрос, мужчина. У меня вопрос, то, что сегодня на рекции обговаривалось, это касается взаимоотношений, только мужа и жены, или отца и дочери тоже касается кризис или конфликт всегда означает только одно, я чего-то недопонимаю, все, больше ничего это не обозначает, и если ты поймешь, то конфликт закончится сразу, и я пример привел вам, человек убивал всю жизнь, всю жизнь убивал, и он сказал, господи, я понял, я раскаиваюсь, он искренне это сказал, потому что он был распят, это очень больно, понимаете, и в это время искренность приходит к людям, реально, и Господь ему сказал, ты прощен, и человек несмотря на то, что он кучу убил людей, он пошел в рай, это означает, что в этом мире только одного от нас Бог хочет, понимание, и конфликт возникает только из-за того, что мы не понимаем, все, больше нет причины никакой, он нас любит, и ему незачем нас мучить, он не мстительный, он хочет об нас, чтобы мы поняли только и все, если с дочерью идет конфликт, значит, ты не чувствуешь ее нежности, ее слишком грубо, строго с ней себя ведешь, грубость, строгость мужская нужна для работы, можешь как начальник там всех строить, это то, что Бог тебе дал эту мужскую силу, но не для дочери, для дочери нужна ласка, нежность, потому что женский разум крепнет только в доброте, если с девочкой по доброму себя не вести, она дуреет, она становится отчужденной, отшибленной, она ищет дурную компанию в себе, может попасть в лапы плохих людей, все, что угодно с ней может произойти, если ты не понимаешь, что женский разум крепнет только в доброте, и при этом доброта к женщине означает не замечать ее капризов, она сама не по-доброму себя ведет, она капризничает, упрямится, ведет себя как хочет вообще, то есть капризничает, упрямится, злится, но если мужчина женщина все равно по-доброму, значит она станет разумной, и она будет благодарной, будет доброй, будет служить, заботиться, верной, все что угодно с ней произойдет просто благодаря тому, что мужчина понял этот принцип.